Внушительно. Найдём что-нибудь? Так и есть. Ну как, список у тебя? Да, вот. Отлично. Я рад, что Айша смогла это сделать. У неё куча дел. Что теперь будем делать? Я думаю, теперь вам нужно разделиться и начать искать информацию про этих людей, так как я не могу покинуть ресторан. Хорошо, можешь на меня положиться. Найду повод, мы справимся. Если спросят, кто вы, просто скажите, что студенты, которые проводят опрос, чтобы немного заработать, так будет проще. Хорошо. Вы только послушайте, прям спецагент. Тогда пошли, не будем тратить время зря. Пойдём. Давай. Нет, клянусь, он не это имел в виду. Дядя, ты неправильно меня понял. А ну подойди, иди сюда. Беги. Как ты смеешь приставать к моей жене? Беги, беги, ты бежишь. Как посмел, я тебя убью. Он идёт? Идёт? Он идёт, беги. Мы не его имели в виду. Оставь нас. Я тебе покажу. Если в тайне ты встречаешься с моей женой, я по собой их прибью. Не убежишь от меня. Я никогда в жизни столько не бегала. Он прямо спортсмен. Что случилось? Что случилось? Эргин, у меня каблук сломался. Ты куда? За каблуком. И что мне с ним делать? Не знаю. Он идёт. Бежим. Нет, я так далеко не убегу. Иди сюда. Что же мне делать? Давай, давай, забирайся. Что? Давай, давай, держись. Но это мой велосипед. Спустись вниз по улице, я тебе его верну. Я вас поймаю. Вам конец. Он бежит, Эргин. Так, поехали. Крути быстрее. Ещё быстрее. Я так не могу. Я вас догоню. Как он это делает? Для хорошего разговора не хватает чашечки чая. Спасибо. Благодарю. То есть вы учитесь и работаете? Да, мэм. Так и есть. Не люблю формальности. Зовите меня просто Шахрибан. Хорошо, Шахрибан. Ой, он покраснел. На кого учитесь? Второй год юридического. А ты? А он заканчивает последний курс туризма. Отлично смотритесь. Блондинка и брюнет. Я что-то не то сказала? Вы родственники? Не по крови, но тем не менее. Мне звонят. Прошу прощения. Она такая странная. Про нас говорит и всё такое. Когда она уже всё расскажет? Завтра будете снимать? Хорошо, что не очень рано. Да, договорились. До завтра. Вы актриса? В массовке. Подрабатываю иногда. Иногда сериалы, иногда телепередачи. Завтра буду сниматься в двух эпизодах «Ночь печали». Слышали о такой? Конечно слышали. Каждый выпуск смотрим. Это отличное шоу. Я буду злобной тёткой из Ургюба. А потом они меня, наверное, убьют. Там не слишком о нас заботятся. Им просто, знаете, просто пишут сценарии, уютно устроившись у камина. Это очень неприятно. Очень, очень. Вы, наверное, часто в разъездах и со многими знакомы, постоянно среди большого количества людей. Ваш муж вас не ревнует? У меня нет мужа. Я свободна. Да мне это и не важно. Знаете, жизнь холостячки просто сказка. Это точно. Неделю назад Ниль Гюн развелась со своим мужем. Как вы теперь? Как прошла неделя? Не спрашивайте. Сначала я почувствовала облегчение, а потом мне родной дом стал темницей казаться. Это абсолютно нормально. Вы так долго жили в хаосе. Да. Ниль Гюн сейчас сможет выговориться. Пожалуйста, прошу вас, не сдерживайте слезы. Вы ни в чем не виноваты. Вы жертва. Возьмите. Все произошло на прошлой неделе. Думаешь, время пройдет и станет лучше. Но знаете что? Он сделал предложение 20-летней девочке, а она опубликовала фото и написала «Я согласна». Такая вульгарность. Такие люди запросто плюнут вам в лицо и огромную свадебную церемонию закатят. А на чужом горе счастье не построишь. В день их свадьбы. Буду реветь в подушку всю ночь. Но что касается предложения, это же все мишура. Я посмотрю, как вы жить будете. Посмотрю, сколько ты протянешь, когда начнется настоящая жизнь. И придется тащить на себе весь дом. Убирать, готовить. Я посмотрю на тебя. Вот теперь ей легче. Так работает человеческое сознание. Вот такие шутки с нами играет. Сначала плачешь, потом смеешься. Я рад, что вы смеетесь. Это хороший знак. Тайлан, я слышала. Вы помолвлены. Да благословит Всевышний ваш союз. Желаю вам счастья. Вы такая чудесная пара. Спасибо. Здесь, на этом шоу, все настоящее. Мы показываем истинные эмоции. Здесь нет места для фальши и лжи. Все хорошо? Конечно. Бывало и похуже. Понимаю. И от кого же ты сбегал? Неужели за тобой бегали отцы твоих девушек? Нет, ты не поняла. Просто бывали приключения, и все. Конечно. Вот и она. Спасибо, что поделилась, принцесса. Ты любопытная личность. Что ты имеешь в виду? Не знаю. Ведешь себя так, будто тебе все равно. Но в тебе много эмоций. Не хочешь никого расстраивать и не подводишь близких. Я поняла это. Не знаю, сколько во мне эмоций, но для своих близких я готов пойти на что угодно. Вот. Держи. Отличный сувенир. Представляешь, как повезло? Очень удачно ей позвонили, иначе бы не получилось. Именно. Но ее слов недостаточно. Надо узнать, где она работает. Она попалась. Теперь мы ее точно на чистую воду выведем. Сможем встретиться. Что дальше? Мы можем выяснить, где она работает. Виллис мне написала. У нее проблемы. Я пойду к ней. Давай я тебя провожу. Нет, не нужно. Тут совсем недалеко. Я дойду. Давай, увидимся. Увидимся. Это ближайшие. Спасибо за просмотр. Спасибо. В quêз ha тр hates шоу. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»